Ну, дам вам немножко передохнуть. Действительно, Петербург очень богатый на гения в город. Потому что, вот, еще раз повторяю, даже вот я поминаю себя мальчишкой, маленьким-маленьким, здравствуйте, Дима. И когда меня спрашивали, а кем ты хочешь быть? Я говорю, а я хочу быть гением. Они говорили, а где ты будешь учиться? Я говорю, в университете. Вы знаете, для меня, вот я вам честно скажу, для меня не было никаких вопросов. Я четко и твердо понимал, я вырастаю, я иду в университет учиться. Куда, как и зачем? То есть я с детства понимал, что я иду учиться в университет. Почему? Потому что я родился в Петербурге, а все, кто живет в Петербурге, учатся, то есть должны просто, обязаны учиться в университете. Поэтому для меня все было понятно. Я должен быть гением и должен был учиться в университете. Это мое детство на Моисеенко. Поэтому вот такое мое детство. И я действительно, я думал, что в Петербурге вообще кругом живут одни гения, вот маленькие. У гениев разницы в возрасте нет. Земные столетия и вечность порука. Родница Чайковского радужный цвет. С есенинской лирою чистого звука. Царь Петр, ступая гранитной ногой, шел к Гоголям. Плотником был и матросом. Разве он думал, что Гоголь другой чуть позже оставит полпитера с носом? Мечтал Достоевский несчастный игрок. Бедняга за деньги закладывал строчки. И пушкинский гений преследовал рок. Некрасов проигрывал все. Да сорочки. Творил Ломоносов миры для наук. Он был Леонардо славянского дела. Как много дано для одних только рук. Жизнь в этих руках для России кипела. Меж гениев разницы в сущности нет. Служения их строить храм мироздания. Художники, зодчие, титульный свет. Как будто бы с совестью нашей свидания.